Хорошо. Дорогие мои, вы в гостях у Петра Петровича Шведова. Кондитер был такой вот в Колумбе, и открыл он свою лампу в красных торговых рядах в 1875 году. В нашей экскурсии с вами старина и современность будут очень перекликаться. Конечно, открылись мы совсем недавно. Но, тем не менее, старину не забыли. Посмотрите, пожалуйста, какая красота. Стены-то, как и тогда, на кафе. Посмотрите, какие часы немецкого производства. Тоже, наверное, предание старины глубокой. И инструмент, и столики, и менеджские столики. Даже можно сказать, что это. Даже лояльство. А если уж витрину посмотрите, то наверняка в 1875 году вот столько колонбасского бивака стояло около этой красоты. Это у нас с вами начало. А теперь мы переходим на второй этаж. Слетаем свиты, Петра Петровича. Мастерская. Вот так мы будем с вами продолжать наш экспорт. Поднимаемся аккуратно. Лестница крутая. Милые мои дамы, обращаем внимание на портрет Петра Петровича. Вот какой он был. Очень, очень представительный мужчина. Располагайтесь. Располагайтесь. Располагайтесь на стульчиков. Не спеша сначала. Конечно, вы так взгляд бросили на все. Да? Да. Но я вам постепенно все буду рассказывать. И как и что у нас было. Располагайтесь. Мога, правда, нет. Присаживайтесь. Я вам расскажу. А все, что заинтересует вас, конечно, провожите сапогу. Какая-то в первую очередь. Колодная сентября. Ой, какашка. Мы дойдем до нее обязательно. И так, давайте начнем с прошлого. А как же все начиналось? Симператор Павел указ создал. Колонну немножко переустроить. Вот здесь я сплавал, что мы там слили. Наталья рынок. Жизненожидной площади. И императору, наверное, жиление времени было. Водя, какашний стиль, коктой, красный, сарговый, беды. Кремль немножко разобрали, успели. И Алексеевский монастырь смесли. То есть колонны преобразили. Вольгу, пап. Вот, пожалуйста, вам стройте и торгуйте. И вот уже, конечно, колониальные товары пошли на рынок. Вот вам кофе, вот вам чай. А вот вам какао воды. Без чего никакой шоколад не возможно. Я дождаю вам его попробовать. Бери, какао-бабы. Это какао-бабы. А если их расколоть, то вот это получается внутри. Потом это высушивается. Смотрите. И расштирают все долго. Тогда можно использовать. Конечно. Вот такие. Это и шоколад. Представляешь, настоящий шоколад. А еще сразу вам дамы и маниль. А откуда привозили какао-бабы в то время? Конечно, за Мереки. За Мереки. Конечно, конечно. Ну и сейчас на самом деле шоколаде. Беги, шоколад, конечно. Да, это вот настоящий маниль. Без ароматизаторов. А можно потрогать. Да, конечно, конечно. Нюхай, нюхай. Дарчик нюхает так полезно. Как-како-бабы. Да, это вот, смотри. Бабы и маниль, представляешь? Вот такой вот. Да. И вот, колониальные товары пришли в колонну. В 1775 году колоннский предприниматель Петр Петрович шведа смекнул. А что же нужно небедному колонненскому купечеству? Конечно, сладкий изыск. И вот Петр Петрович открывается в кондитерскую. Семьи на тех странах детей. С чего начинает Петр Петрович? Строит кондитерский цех. Кондитерский цех. Наверное, все так же было, как в нашей мастерской. Белые выкрашенные стены. Такая вот договорная мебель. Потому что все делалось вручную. А вот этот интересный стол. Покрытый мангл. И потом мы потрогали там всегда про охладу. Потому что все рецепты конфет завершают словами. Вырезать нам ровно на стол. Немного охладить. Ага. И прорезать. Вот о чем вот. Хотите что-то нашли. Ага. Вот. Построил цех. И у нас внизу тоже цех работает. Все мы делаем, как у Петро Петровича Петро Петровича. Цех построил. Что дальше? Дальше оборудование надо закупать. Москва. Торговый дом у Лиши Сысы. Вот здесь, знаете, в страничках представлено. А что же, какие формы Петро Петрович покупал? Постный сахар нам делать? Обязательно. Где кристаллизуются постный сахар? Вот в таких формах. Формы всемирные. Ой, я знаю, это весы. Да, вот такая. А смотри, что я тебе покажу, мой дорогой. А детям делаем, Петро Петрович, вот такую форму купил. Оп, закрыли. И что мы получили? Вот фигурку. Фигурку. Вот эта фигурка какая? Зайчик, да? Да. А еще мы можем сделать и другие фигурки. Посмотри. Он Дед Мороз, он птичка. А вот это большие такие, добротные фигурки. Это для живей. Вот рыба. И рыба даже есть. Вот смотри. Вот такие фигурки были у Петро Петровича. А еще вот эту Пасху делал. Да, да, да. Вот у нас она тоже представлена. Шприцевальная машина. И шоколадные бутылочки. На ликер. Ну, как же без этого, да? Медные формы для керса. И здесь вот у нас еще представлены. Вот такие вот, смотри. Еще медные. И вот этот интересный чар. С приусом. А что ж в нем-то варили? А в нем варили карамель. А вот это что за карамель? Это отдельный такой вопрос. Карамель. Варили. Что добавляли? Это, конечно, сахар, вода и патока. Да? Кондитерский клей. Варили. Потом. Либо его выливали на стол, охлаждали. Либо на крюк. Вот эту карамель на крюк. И вот так вот кондитер ее растягивал. Знаете, вот как верю. И она вот из такой приобретала вот такой цвет. Она насыщалась кислородом. Потом ее кондитер кла сюда на стол. Трогайте он всегда. У нас холодный. Вот в этом весь. И смысл. Затем брал нож и нарезал. Получаются вот такие конфеты. Но если вы хотели что-то поинтереснее, то мы шли вот к этому станочку. Вот это валики латунные, крылья жестяные. А это чугун. Тихонько. Вот взять ручку. Смотрите, смазывали сливочным маслом. Судовливо. И крутили, крутили, крутили. А отсюда там все-таки высыпались корзиночку с сахарной пудрой. И получали ваши любимые легенции. Мон пассиет. Вот, пожалуйста, вам. Смотрите, что было вот в этой чудной сковородочке, которая... А вы знаете, еще про карамель-то я тебе сейчас что еще хочу показать. Не хотите, мам, пассиет? А мы вам петушков сделаем. Это тоже карамель. Я хочу шоколадных петушков. Шоколадных нет, только карамель. А как делались карамельные петушки? А вот вам форма. Смотрите. Смотри, где-то мы хороши. Вот смотри. Вот такая форма. Так складывалась. Вот видишь, здесь ползу. Вот так вот ее закрепляли. Так туго-туго. Затем сюда наливали карамель. Вставляли палочку. И оставляли надолго. В прохладе, да? Застывала. И вот вам, пожалуйста. И не только петушки. Вы хотите, Наполеон, пожалуйста. Вот такие тут есть. Вот. Алмазные. Вот. Пачки. Вот сколько всевозможных вещей из карамели. Ну, самое простое, конечно, вон пасье. Упаковали. Помните же, стены коробочки. Вот. Вот такие. Как же такое запутешь. И вот такие. Это вот, конечно, карамель. А теперь я бы хотела вам попробовать. Дальше. Как же? Готовлю это. Вручную все. Заготовочки есть у вас шоколадные. Угу. Угу. Открываем мы с вами бутылочки. Вот эти интересные открываем. Давай, садись. Да. Пока вы будете трудиться и раскрашивать ангелочков. Как это сделали наши предки вручную. Я вам расскажу, откуда же берутся рецепты-то наши. А это книга господина Румянцева. Девятьсот, тысяча девятьсот четырнадцатого года издания. Петр Петрович. Какая она блестящая. И Петербург. Кулинарная школа профессора Румянцева. Вот там он приобретает эту книгу. Но в тысяча девятьсот четырнадцатом году он обушил несколько в более современной такая, в современном немножко стиле. Там где указаны граммы и так далее. Да, тысяча девочек. И вот этими рецептами мы пользуемся. Поэтому представляйте, что вы в тысяча девятьсот семьдесят пятом году и работаете у купца Петра Петровича Шведова. О, как здорово. Ммм. Да. Ой, какая у тебя красота. Красота необыкновенная. Вот так трудился Петр Петрович и его кондитеры делали вот такую красоту. Класс. Класс. И нам очень нравится. Очень. Что же дальше было? А дальше? Брали упаковочку, снимали с нее вот эту пленочку. Снимай скорее сам пробуем. Вот эту вот, смотри. Можно это в красочке? Конечно врать в красочке. Я просто тебе чуть-чуть подсказываю. Работаю, так сказать, на опережение. Мы увлечены. Все, покрасим. Все, в полный бальтор. Я покрашу. Ну что, нам дали покрасить, как тому Сойеру. Всего нам больше и чем-то. Это теперь. Сейчас, секунду, я сниму. Да, да, да. Нет, я просто закрою, чтобы я не была удобной. Ой, какая роскошь. Боже, какие у вас бутылочки эти дивные. Крошечки. Давай. И кисточки. Господи. Это же невероятно. Можно положить туда, да? Да. Вот эту красную пленочку давай с тобой снимем. Смотри. Оп. Оп. Накладем туда ангелочка, а потом закрываем. Она, видишь, такая клещ. Самая клещ. Угу. Угу. Ангелочка, красота такая. Запаковываем. Не спеши. На все. Я подержу, подержу. Конечно. И прости, я думаю, в банке. Так, секундочку, давайте. Вот, а это у нас один готов. Ой, прошу прощения. Конечно. Ну, как мы хотели. Уйти не в кондитерской Петра Петровича шведово, да бесподавка. А где он? Ни в коем случае. Это вам. Спасибо. Будете показывать. Ну, потом слушать, конечно, надо будет. Да? Это очень важно. Да. Давай кабанчик делаем. Шоколад. Угу. Ну, да. Ну, да. Боже, какие бутылочки. Да. А вы знаете, Петр Петрович щедрый купец был. Давал комбинальные, пасхальные обеды. И для того, чтобы привлечь внимание, вы знаете, что он сделал? Открыл санематограф. Боже, Вау. Один колоннерский купец, торговал лично в продукции. Он открыл санематограф, снял фильм по книге Лошечникова «Ледяной дом. Это наш автор колоннерский купец». Да, да, да. Мы по улице прошли сегодня. Конечно. Ну, и как же Петр Петрович ему контурс так же сделал? Приходите, смотрите фильмы. И вот, покупайте проноску. Кошел молодец. Поэтому фильм мы вам не покажем, а вот на память вот такой сувенир мы вам предложим. Ой, чудо. Чудо, няма. Итак, Петр Петрович. Ну, вот. Попробуй, конечно. Научился делать конфеты. Нанял кондитеров, да? А что же дальше? А дальше нужно торговлю развивать. И вот он открывает лампу. Лампа. А вот я за что отвечаю сладкому. Красивое. А какие же упаковки-то должны быть, да? Упаковка – это визитная карточка. Да, упаковки исключительно из дерева, жести и картона. Да и украшенные все зеркальным полотном и бархатом. Сейчас мы хорошие купчихи подойдут, на витрину полюбовицу зайдут чайку попить. Конфетки купят. А упаковочки-то на комод? Да на комед. На комеджерочку поставим. Забудится, потому что продукция-то достаточно недешево стоила. Конфеты всегда шоколад считают. Розкошь ее. Розкошь. Конечно. Поэтому пусть будут на память хотя бы упаковочки. Вот такой Петр Петрович был. Торговля шлавой, как я так думаю. Несомненно. И вот что интересно, на коробочках какая-то история отражалась. Возьмите вы вот Маполеон сидит в раздумье, да? Вот вам пиршинство было на концерт какой-то. Вот вам щелкунчик и так далее. И даже там где-то у нас музыкальная скатулка. Низу вот вам покажут. Шалят на поезд. Вот такая красота. Потому что реклама всегда была в Великобритании на торговле. Визитная карточка упаковка. А теперь вот к этой сковородочке. От этого была в Великобритании. Это? А, ну ты что? Это кофемолка. Кофемолка. Вот видите? Теперь будет знать. Это кофемолка. Да. А вот теперь, посмотри. Это старинная кофемолка. Правильно. А еще старинная коробочка. Вот чай хранили. Вот такие. Чай в пакетиках не было. Заварочка такая была, растопная. А вот это надвежные весы. Да, весы у нас трех видов. Представляешь? Вот разновес. Вот аптековский. А вот какие. Как ты думаешь, как это называется? Крючок. Крючок, да. Ну вот назывался безмен. Вот такой безмен. Смотри, три вида представлены. Да. В колонне проживала у Чихо-Шевлягина. Марья Николаевна. Муж дал ей задание такое. Мужчин построить на свои деньги. Как спонсором она была в водопровод в колонне. Воду брали из москва реки или водовозную везли. Мне кажется, там видели, да? Водовозную водовозную. Вот она ввела в колонну в эту колонну. Чистую воду. Вода пришла в дома богатых людей. А вот бассейки поставили. Ну, наверное, будут кумушки скоромысла. Ну, еще и последнюю что-то на счете рекламы. Из колонны приходил бисквит. Ух ты. Вот такая вот бассейка. Вот теперь ты вовочий можешь посмотреть. Вот такая. Так, 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 держи. Что называется бассейка? Держи. Да. Вон. Класс, такая тяжелая. Да, конечно. А теперь пойдем еще какую-то вещь интересную покажу. Ты мне сейчас наверняка напомнишь, что это такое. Я даже дам тебе покрутить. А, так? Да. О, класс. Класс. А что же вот это-то такое? Это вот мешатель. Конечно, конечно. Да, только ты не мешатель будешь вливать, да? Да? Я забыл название. Ну, миксер, наверное, так сейчас называют. А раньше венчиком называют. Вот так вот. Пользуюсь браникой механической. Свара. Да. Ну, давай дальше смотреть, что я тебе еще покажу. Ну, потом вот появился второй вид. Сопременный. Правильно. Технический. Конечно. Вот ты представляешь инженерные мысли. Так шла-шла-шла вперед и сделаю электрический. Ну, что ж, что, вручную да вручную. Да. А вот такую тяжелую я уж не буду тебе давать. Это бафельница. Бафельница, да? О! Вот, видишь? А я там вот все равно сильный термин. Все равно сильный. Ну, давай попробуем сильный. Она очень тяжелая. Ильдарчик, она правда тяжелая. Я вот не справлюсь. Ведь я же сильная. Конечно. А мы же будем помогать ему. Ну, и как тебе? Это просто держать вот так. Музей Калачная же, да, называется? Нет, это музей Шведово. Кандидорская Шведово. Кандидорская Кухня. Да-да-да. Вот так вафли делали. Закрывали? Да. И вот давай обратно, вы, друзья мои, да? Да. Вот такая тяжелая. Да. Постудо исключительно многомерное у Петра Петровича. Тут и еще. Сначала на стульок формы деревянные, но они оказались неудобны, потому что они быстро выходили из строя. Поэтому перешел Петр Петрович вот на такие. Видишь? Да, вижу. Все, вот такое вот стало. Смотри. Смотри, какая тяжелая вещь. Вот так. Ничего страшного. Ничего страшного. Вот эту теперь трогай. Смотри, какая тяжелая. И кондитерами работали, наверное, Петра Петрович. Петра Петрович исключительно. Мужчины, я боюсь. Сам справишься? Угу. Вот так вот. Видите, какой сильный. Вот какой сильный ты нам. А вот эту используем в красителе. Ага. Смешивали. Вот так ты сегодня делал. И синий. Да, да, да. Силеный. Да, смешивали. Ну что ж, чай будем пить. Присаживайте. И дарчик, ты не думаешь. Больше всех ждет чай. Нет, чай, конечно. А давайте на другие какие-нибудь стульчики я вам чай подам. Можно вот сюда поближе? Да, конечно, да. Мы будем пить с моим чаем. Очень интересно. Мой любимый Семенович, а какие яжики мы туда добавляем. Это мой любимый чай. А краска высохла? Это вам на память, конечно. Это на память. Ты будешь тем показывать и рассказывать, что ты был в кондитерской мастерской и сам это делал. Так, и конфеты. Да, да, да. Ах, какая красота. Вкусный сахар. Дернушки. И беда. Пробуйте. Почему вкусный сахар? Потому что с добавлением сока. Не сливок, ничего. Сливки, это тенушки. А почему тенушки? Потому что они немножко тенушки. И резки. Компетры мультики, да. Изысканный вкус, да. Потому что там несколько сотов орехов. Все это стирается, раскатывается. Это очень бомбий процесс. Технология, конечно. Ну, как бы. Даже если ее и расскажу, все равно это такая кондитерская тайна была. Почему? Волу подряд в этом разгражды был раз главный в России. А резки-то я покажу вам черный вот такой стульки. Вот. Все ручные. Все ручные. Да. Восемь. Сейчас я вам покажу, какой чай я вам заболела. Какие интересные яблоки. Ммм. На мой язык. А-а-а. То есть в колонне есть чайная компания. Что-то, да? Что-то. Вот мы там приотелили. Вот такой добавящий китайский чай. А-а-а. Китайский чай. Ммм. Ничего. Мой. Необыкновенный запах. Ой, я такой привозила. Да? Да. Я из Китая привозила. Самый дорогой там. Да? Это самый дорогой чайский чай. У вас вообще. Посмотрим, мультик. Нет. Ой, слушайте. Зарядки. Необычайно активно нужно кушать. Чайная компания. У нас очень много чайных чайных. Мастерина, я вот хочу вот здесь вот. Надо найти. Вот шоколад. Мам, а гелочка. Ну, свежь.